Котики, всем доброе утро! У нас время, знаете, сколько? 7 утра. Я вот такая еще растрепанная, но я уже успела напечь дрожжевых пирожков, потому что мы сегодня едем в дом на весь день, и нам выезжать через буквально 15-20 минут, и поэтому я очень торопилась и очень рано встала. Пирожки уже в духовке, но они будут печиться где-то, ну вот как раз еще минут 20, может, полчаса, и мы сразу выходим, как только они будут готовы. Покажу пирожочки же ж наши красивые. Посмотрите, какая красота! Тесто отлично поднялось. Я их не закрывала крышкой, накрыла вот этими салфетками, бумажными полотенцами, и они остались прям хрустящие. Сейчас покажу внутри. Вот так вот с сыром, с зеленым луком. Как вкуснятина? Очень ароматные и вкусные. Я уже продолжаю в машине. Знаете, что сейчас мы поедем по Сашиным делам, и затем поедем в дом, потому что посмотрите на погодку, небо голубое, как бы свежо, ветерок свежий, но сегодня максимально солнечно, и дождя не планируется, поэтому сегодня хотим заняться территорией около дома, потому что там уже бурьян прям такой, вы же знаете, надо что-то с этим сделать, пока окончательно все не заросло. Плюс Саша там хочет посадить деревья. А также я хочу, наверное, начать сажать огурчики сегодня. Сейчас по дороге еще хочу докупить лук-сивок и чеснок, и посадить и вдоль забора, и по территории, где лазит крот, засадить то, что ему не очень нравится по запаху. Мы уже в доме, я сняла заколку, хочу эту косичку заплести, потому что у нас солнечно, наверное, я одену шляпку. Вот, и мы еще заехали по дороге, вернее, ехали, и там продавались бархатцы, и мы решили докупить еще цвет, которого у нас нет. Вот такие обувы-караболики. Вот там пашетик такой, и там продают женщины разные. Вот так, очень красивые. Пока мы вот с этим вот закончим, мы думали сразу еще и между просадить вот этот цвет, взять две, но решили, что мы не знаем, какие они разрастутся, поэтому оставим здесь пока так. А вот этим высадим здесь. Вот мы приехали, опять крот рылся. Так что, такой вот план. Погода великолепная, поэтому грядки сохнут, надо будет полить сегодня все. В общем, взяла я клетчатки, лопатку. Сейчас посажу вот здесь вот бархатцы. А то крот так и роется. Вот за ночь он вылез опять. Такие дела. Десять штучек. Сейчас мне Саша отметит расстояние. Ну, на десять, в общем. Все красные здесь посадим вот так вот вдоль. Жешили. Заходишь с калитки, и тут бархатцы вот так вот. И от крота будет защищать то, что вот он как раз лазил. А вот этот желтый, я... Ну, так подумали. Короче, мы вместе. Пересадим его вот сюда. Он как раз по порядку. Они у меня здесь цветной, оранжевый, желтый. Цветной, оранжевый, желтый. И как раз вот здесь по порядку желтый один. Вот вмещается до бобов. Кстати, у меня посадили овощные бобы. Вон, видите. Вот они. А вот там горох уже посходил. А дальше я фасоль посадила до самого угла. Ну, тоже от крота. Это хорошо помогает. Дальше у меня идет лук вот так вот. И я еще зашожу лук и чеснок до самого конца вот туда. Но это позже. Мы забыли заехать в экспресс. Хотели там купить лук. А еще магнит за чесноком. Ну, другой день. Сегодня я сейчас пересажу этот бархатец. Посажу вот эти бархатцы. Вот здесь и покажу вам, как получится. Ну, вот что получилось. Готово. Один скоро распустится. Остальные все с цветочками на этот раз целенькие. Довезли их. Вот такая красота здесь. Здесь чисто красные бархатцы у нас. Вот. И на этом пока останавливаюсь. А то так можно начать заниматься эркером. Вообще планов много. Решили здесь вот кусты посадить еще. Дальше будет амарант, елка. Там, в общем, всякое. Планов много. Тут, я думаю, вдоль тоже какие-то цветочки пустить маленькие. Вот вдоль дорожки. Но этим я займусь, когда дойдут до эркера дела. Потому что первым делом я делала вот эту часть. Теперь вот до веранды. Дальше за верандой там от Ореховы. Там еще надо будет убрать все сорняки и засадить. И потом, только в самом конце, вот эта фасадная часть. Вот. Еще, конечно, на улице. Поэтому дел, конечно, просто масса. Ну, здесь вот. Зато у входа теперь уже красота. К чему здесь решили посадить кусты? Потому что здесь вот эта часть, ее никак не закроешь. Это здесь ездят ворота. Вот. Даже Саша говорит, если ее чуть-чуть облагородить, но все равно получается вот эта бетонная часть, она видна. И если здесь посадить 3-4 круп... Ну, вот их 3, наверное, кустика, то будет очень даже хорошо. Бархатцами тут пахнет. Ну, и плюс бархатцы, это защита от крота. Вот. Я убрала все, где он вылазил. И рассадила их. Вот Саша мне отметил. Видите? Чтобы они четко были. 10 штучек на равном расстоянии. Вот. Ну, и вот сюда один досадила. Получилось как раз четко до угла. Вот тут был последний. Теперь вот так вообще идеально, но до самого конца. До самого корот. Здесь и здесь и получается отходы с двух сторон они. Вот. Еще посмотрите, у меня тут клубничка краснеет. Ха-ха. Красота. Я заметила, вот, краснеет. Когда они желтеть стали. Теперь они прямо уже краснеют. Красавицы мои. Кстати, я хочу их укрыть укрытым материалом. Но не знаю, когда еще. Вот почему не прижился крыжовник, кстати. Вот крот опять вывез. Походу, он повредил ему корневую систему. Потому что, смотрите, смородина. Черная и красная чувствуется великолепно. Малина вообще уже вон разрастается. Вот, поэтому этот крыжовник я куплю в Леруа Новый. Этот выкопаем. И посадим вместо него другой. А еще я что сюда пришла? У меня тут базилик. Несколько выросло. Их нужно на втором-третьем листочке купировать. Уже пересаживать. Потому что, видите, листики начали портиться. В общем, вот 4 зеленых базилика и 3 вот таких красных и черных базилика. А я сейчас пересаживаюсь уже в открытый грунт. Не знаю, как им погода понравится. Но дальше ждать уже смысла нет. Они у меня желтеют. Посмотрим, приживутся или нет. Я сажу их рядом с луком наверх. Вот тут рядочек оставлю. Здесь будет лук прям вдоль забора. А вот тут вот, чуть поодаль. Сейчас высажу базилик. А, кстати, лукок вроде приживается. Хотя, ну, был не очень сивок в этот раз. Но вроде как прорастает. Вот сейчас посажу базилик. Покажу, что получится. Так, ну что. Вот он мой базилик. Несколько штучек. Не знаю, что из этого получится. Вот тут три зеленых. И нет, два зеленых. Ну, там их несколько простых. Их вообще по сути четыре. Но я их не стала разделять, чтобы корни не травмировать. И четыре красных. И одно вот туда высыпало всю оставшуюся землю. Что не взошло. Может что-то взойдет. Ну, не знаю, вы живут они или нет. Я вообще базилик буду сажать просто семенами в открытый грунт. Потому что вот эта вся рассада, она мне вообще не очень нравится. Ну, посмотрим. Надеюсь, что они приживутся. Хотя бы те, что выросли. Вообще я зеленый и красный базилик сделаю. Просто вот так вот два рядочка в открытом грунте. Когда чуть-чуть еще потеплеет. И посмотрим. Я думаю, что это намного эффективнее, чем рассада. Что делаешь тут? Моешь? Моешь, намываешь? Я бархатцы полила. И те, и те. С той стороны полила. А, ты решил вишенку полить? Я попросила Зашу мне подключить шланг. О, ты забор запачкал. Подключить мне шланг, чтобы я грядки полила. А он решил сразу же еще и полить в деревьях. Сделила две наши вишни и орехи. В общем, у нас уже вечер. Саша мне подключает шланг. Сейчас я этот, все грядочки полил. Отсюда и до забора. Что, грядочки мои политы? Все доедели. Хорошо пролила. Прям так. Все водолюбиво. И листы салата, и лук, и редисы, и морковь. Да все. Шпинат. Все по многу полила. Вот такие на сегодня дела. Думаю, может пораньше домой сегодня поехать. Солнышко светит. Но ветерок. У нас время полшестого. Наверное, часик об шесть поедем. Пока доедем, будет уже семь. Искупаемся. И будем смотреть сериальчик. Отдыхать. Сегодня, в принципе, достаточно успели. Саша в доме там. Порядок наводил сегодня. Вот. Так что мы молодцы. Мы уже дома. Искупались. Умылись. Бью цикорий. Смотрим сериал Озарк. И будем отдыхать. Всем до завтра. Завтра много планов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok